Утренняя молитва, Киевская архиепископия, серия 27 августа 2018 года. Слава Богу! Аллилуйя! И да ты чувствует в сердцах наших мир Божий, которому мы призваны в одном деле. Будем дружелюбны. Колоссянам апостол Павел пишет, 3.15 Слава Иисусу Христу! Слава на веки Богу Святому! Друзья, и ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Приветствую всех с этого включения прямого, с утренней молитвы. В этом утреннем включении таком я делюсь немного словом и молимся. И совершаем хлебопреломление, таинство Евхаристии Божественной, причастие, тело и крови Иисуса Христа, потому что это истинно есть наша пища, истинно есть наше пятие. Рассуждая о теле и крови Иисуса Христа, стараюсь каждодневно принимать причастие именно таким даже вещественным образом. А не вещественным образом, это вообще не просто каждодневно, это ежечасное, постоянное причащение тела и крови Иисуса Христа. То есть размышление о теле и крови Иисуса, взирание верой, глазами веры на Господа Иисуса Христа, это вот есть уже тоже причащение тела и крови Его, хлебопреломление, Евхаристия, благодарение. Вот, и вся жизнь, вся жизнь моя как верующего человека, это одна Евхаристия Божественная, это благодарение Господу, это причастие тела и крови Иисуса Христа. Вот, я рассуждаю, что жизнь настоящего верующего, она такой должна быть, я другой не мыслю себя жизнью, как христианин, абсолютно. И миллиарды людей на земле действительно призывают имя Господа Иисуса Христа, как Спасителя Иисуса, как настоящего Христа. Иисус Христос, Сын Бога Живаго. Спасибо тебе, Господь, за все. Вот, и миллионы, миллионы людей ежедневно в размышлениях о теле и крови Иисуса Христа, о величайшей жертве Голгофской, это прекрасно, это самое прекрасное, потому что благодатью мы спасены, и это не от нас, это Божий дар. Потому что никакими богатствами этого мира мы не могли бы быть спасены, и не можем быть спасены, но лишь кровью Агнца Божьего, чистого и непорочного Иисуса Христа, Агнца Божественного, действительно мы спасены, кровью Агнца Божьего, от века закланного. Благодарение Богу за все, благодарение Богу за жизнь вечную. Аллилуйя. И вот хочу прочесть, вот то, что процитировал я выше, из послания к Оласянам, 3 глава. Для заставки, вот, трансляции на Ютубе, я как раз и взял вот этот фрагмент из Писания, для заставочки, из 15 стих, вот, 3 глава, ой, да, Колоссианам 3 глава, 15 стих. Значит, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Вот, но я хочу прочесть еще и в контексте, вообще, в контексте книги, в контексте главы, вот, замечательное чтение, и вообще в контексте всей Библии видеть, вот, эту цельную картину, всегда это потрясающе. Тогда вот, действительно, не сбиваешься с курса, в любви толкуешь Библию, в любви объясняешь ее себе самому, да и окружающим тоже, надо делиться же Словом Божьим, на самом деле, порой, да и каждый верующий делится по-своему как-то. Вот, и перед тем написано потрясающе, более же всего, облетитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, совокупность совершенства, вот этот шалом Божественный мир, совокупность совершенства, это любовь, облетитесь в любовь, больше всего в любовь облекаемся, которая есть совокупность совершенства, Все совершенства, какие можно представить себе, все это вот в любви. Любовь, совокупность всего совершенства. И дальше вот этот стих как раз, 15. «И довладычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле». Одно тело. Тело имеется в виду, какое тело? Ну, конечно же, да, тело Христа. Да, тело. Потому что мы церковь, мы тело Иисуса Христа, мы храм Божий, мы верующие. Ты, я, да мы с тобой и миллионы, миллионы верующих на нашей планете. Разные конфессии, разные динаминации, по-разному именующихся или вообще даже никакой динаминации не принадлежащих. Не то важно. А важно, что кто не родится свыше, Иисус говорил Никодиму, помните, да, в Третьей Лавиана, то даже не может даже увидеть Царство Божьего. Хотя может думать, что он всю жизнь на огороде Царства Божьего пропахал на поле. Вот, думал, что занимает в Царстве Божьем должности великие. Ну, будь ты пастор многотысячной церкви протестантской или папа римский самый, или, значит, или патриарх вселенский там или какой еще. Но если не родишься свыше, не увидишь Царство Божьего. Вот в чем такая интересная вещь. И поэтому все возрожденные мы являемся одним телом Иисуса Христа на этой земле. И чтобы тело не болело, и чтобы тело не потело, и чтобы тело не, знаете ли, ну, действительно Христово тело живо было. Вот, Господь кровь свою вот эту отдал, да, за нас. И в теле, если в какую-то часть тела кровь не поступает, то тело, ну, это часть тела, она болеет, умирает, отмирает. А вот, чтобы мы жили, вот эта, пусть кровь Иисуса Христа циркулирует нас всегда, непрестанно. Аллилуйя. Вот, и дальше написано в 16 стихе. Слово Христово довселяется, ну, при этом про любовь, да, значит, и про мир этот. И вот дальше про слово. Слово Христово довселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Аллилуйя. Так что воспоем, Господу, братья, сестры, воспоем. Спасибо тебе, Господь, за все. Благословен ты Бог наш. Всегда, ныне, пресна, во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Царю небесный, Утешителю, Дух истины, Ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь, сокровищница благ и жизнеподателю. Ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны. И ты спас благослови, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный. Хвала тебе, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный. Хвала тебе, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный. Хвала тебе. Слава тебе, святый Божий, святый бессмертный. Хвала тебе, слава тебе, Господь, за Твою любовь к нам, слава тебе, Господь, за Твою великую любовь, которую Ты доказал однажды и навсегда, чтобы никто более даже не подумал даже сомневаться в Твоей божественной любви. Ты отдал самого себя, свою кровь пролил за нас, доказывая свою любовь и примиряясь с нами, примиряясь со всем этим миром. Боже, спасибо, спасибо, Господь. Бог во Христе примирил Собою весь мир. Слава тебе, Господь. Во Христе примирил Собою весь мир. Ты, Господь, слава тебе. Благодарю Тебя за благодать Твою, это, Боже, за спасение Твое, за жизнь вечную. Слава тебе, слава тебе, Боже. Аллидуя. Братья, сестры, Мартин Лютер, еще в 16 веке, как ты говорил, очень красиво, что для дьявола, говорит, ничего страшнее нет, чем поющий христианин, воспевающий Бог, да, христианин. Удивительно. И на самом деле ад трепещет, когда святые и верные и праведные дети Божьи, когда поют, воспевают Творцу, Царю, Царей и Господу Господствующих, Богу всех богов. О, спасибо Тебе, Господь. Небо в восхищении. Ангелы с нами сегодня, да, проставляют Создателя, да, проставляют Бога Авраама, Исаака, Израиля, Бога патриархов и пророков, Иегова, имя Его. Отец наш, сущий на небесах, да, святится имя Твое, да, придет Царствие Твое, да, будет воля Твоя. И на земле, как на небе, хлеб наш насущный, дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, не веди нас в свое искушение, избавь нас от рукава, Твое есть Царство и Сила и Слава вовеки. Аминь. Аллилуйя. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою, за колдовку, за кровь. Аллилуйя. Аллилуйя. Братья, сестры, возьмите себе немного хлеба, налейте себе виноградного соку, нет какого-то сока или вообще, или просто воды даже. И самое главное, с верой в Господа Иисуса Христа принимаем это хлебопреломление, божественную эфористию, причастие к телу и крови Иисуса Христа. Мы Тебя благодарим за воскресенье Твое, за победу Твою, за голгофу, за кровь. Я Тебя благодарю за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарим Тебя, Отец, Благодарим Тебя, Иисус, Благодарим, О Дух Святой, за все мы благодарим. За все мы благодарим. Аллилуйя. За голгофу, за кровь, я Тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю Тебя, Отец мой, Бог мой, Иегова, Бог Авраам, Исаака, Израиля, Творец неба и земли, всего видимого и невидимого. Благодарю Тебя, Иисус Христос, спаситель мой, брат мой, Господь мой, и Царь мой. Благодарю. Благодарю, О Дух Святой, утешитель мой, Ты всегда со мной. За все я благодарю, за все я благодарю. Спасибо Тебе, Господь, за жизнь вечную, дар Твой во Христе Иисусе, Господе нашим. Аллилуйя. Братья и сестры, возьмите себе хлеба сейчас, налейте себе сок, говорю, и если кто из тех, кто подключается или онлайн, или же потом запись будет смотреть, если еще не примирился с Богом, и может вы еще только на пути к Богу, тоже налейте себе сок, возьмите себе хлеба, но помолитесь перед тем, такими словами, ну от всего сердца, главное, другими какими-то словами. Но скажите Богу, что вы его любите, скажите, Бог, я люблю тебя, скажите, Бог, я благодарю тебя за Иисуса Христа, за Сына Твоего, Который за меня пролил свою кровь. Именно так скажите, что не просто за всех пролил свою кровь, а скажите именно за меня, это очень важно, за меня пролил свою кровь. И скажите так еще, Иисус Христос, Ты мой Господь. Ты не просто Господь над всем этим миром, над всей землей, но Ты Господь надо мной, в моей жизни. Ты Царь мой, Ты Бог мой. И еще пригласите Его в свое сердце и скажите, Иисус Христос, живи во мне, Царствуй во мне. Ты Целитель мой, Освободитель, Я Твой. Спасибо Тебе. И попросите еще Духа Святого. Скажите, Дух Святой, поселяйся во мне и Царствуй во мне, переполняй меня своей благодатью, своей силой. Спасибо Тебе, Господь, за все. И в причастии самое главное рассуждение о теле и крови Иисуса Христа. Вера в то, что действительно благодатью я спасен. Я спасен на все 100%. Не просто на 99,9%. Это недостойное причащение. Это недостойное причащение. Достойное причащение, чтобы без всякого осуждения. Это вера в то, что я на все 100% спасен. То, что было, то, что есть, то, что будет, все Бог простил, омыл кровью своей Святой. Я живу без этого осуждения. Я живу в прощении. Я исцелен на все 100%. Не на 99,9%. На все 100% я исцелен. Это достойное причащение. А вера в то, что в 99,9% я исцелен. Это недостойное причащение. Господь, помоги нам сейчас погрузиться в Тебя. Еще глубже. А Ты погружайся в нас. Спасибо Тебе, Господь Святой. Благодарю Тебя за тело и кровь Твои. Благодарю Тебя. Я не знаю. Боже, это действительно великое таинство. Уму человеческому непостижимое. Только имея ум Христов, открывается это таинство. Это тайна. Да, Боже, это тайна. И для ангелов, и для людей, и для всего сущего. Бог явился во плоти. И сегодня хлеб, плод виноградной лозы. Боже, я принимаю с благодарностью к Тебе, Господь. Принимаю с благодарностью, с благодарением, Господь. Восхваляю великое имя Твое. Восхваляю Тебя, мой Бог и Царь. За Голгофу и за кровь я благодарю Тебя. Благодарю-ка Тебя, Господь, что благодатью я спасен. Две тысячи лет назад совершилось мое спасение. Бог во Христе примирил с Собою весь мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. И сегодня звучит Евангелие Христа по всей планете. Слово примирения. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Примиритесь с Богом. Вот есть самое высочайшее примирение. Знак нашего примирения с Богом. Он отдал свое тело и кровь за нас. И мы теперь кость от кости Его, плоть от плоти Его, кровь от крови Его. Теперь мы тело Его. О, спасибо, Господь. Я часть тела Твоего, Господь. Спасибо Тебе. Да, аминь. Аминь, Валентина пишет правильно, да. Из Тимофея послания как раз. Един Бог, един посредник между Богом и человеками. Человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Слава Тебе, Боже наш. Благодарю Тебя, Господь Святой. Слава Тебе. Аллилуйя. Господь, благослови молитву нашу. Помолимся, друзья. Благословен Бог наш, давший нам хлеб из земли. Аминь. Благословен Бог наш, давший нам плод виноградной лозы. Аминь. Благословен Бог наш, давший нам жизнь вечную. Аминь. 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 Слава Тебе, Господь, за тело Твое и кровь Твои. Тело Христово приимите, дамы и господа, братья и сестры. Источника бессмертного вкусите. Аллилуйя. 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 Аминь. Спасибо, Господь. Спасибо. Спасибо, Господь. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, Господь, спасибо за Твое исцеление, Твое прощение, Твое благословение, за Хрость Святую. Благодатью я спасен через гору Иисуса Христа. Спасибо, дорогой, спасибо, любимый, спасибо. Ты самый прекрасный, ты самый великий. Спасибо. Спасибо. Имея Христа, мы имеем мир, имеем все. Без Христа нет жизни. Иисус Христос есть путь, ты путь, истина и жизнь. Спасибо. В моих жилах Твоя кровь течет, Господь. Я тело Твое, часть Твоего, Вселенского Тела. Спасибо, Господь. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Иисус, спасибо. Спасибо, Иисус. Слава Тебе, слава Тебе, Боже, слава Тебе, благословен Ты, Господь, Бог наш, спасший нас не по делам нашим, но по милости Своей, по великой любви Своей, отдав свою жизнь за нас, душу свою положив за нас, кровушку свою за нас пролив. Боже, благословен Тебя, Господь, за Духа Твоего, святого Твоего, благословен Тебя, Господь, Боже, за милость и благодать Твоей, Боже, слава Тебе. Благословен Ты, Царь наш, благословен Царь наш, благословен Владыка наш, Господь наш. Аллилуйя. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Благословен Отцарство Отца, Сына, Святаго Духа. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу, друзья. Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу. И еще раз прочту этот текст из Писания, с которого начинал сегодняшнее вот это утреннее включение, с утренней молитвы. Здесь наша Киевская Архипископия. Молимся сегодня за Израиль, продолжаем молиться за Израиль, за Иерусалим, столицу возрожденного еврейского государства. Вот, это очень важная стратегическая молитва. Молимся за весь наш истрадавший мир, за всю нашу истрадавшуюся планету. Господь да благословит. И вот в послании любви, из послания Колоссянам, 3 глава, я прочту в контексте, опять-таки, 14, 15, 16 стих. А заставкой для этой трансляции я обозначил 15 стих. Так вот, 14, 15 и 16 стихи, 3 глава Колоссянам, апостолу Павлу, послание. Более же всего, более же всего, облекитесь в любовь. Завернитесь, облекитесь, оденьтесь в эту любовь, которой есть совокупность, написано, совершенство. Аллилуйя, спасибо Господь. Совокупность всего совершенства, любовь. И да владычествует, царствует, да, владычествует в наших сердцах сам Бог, да, мир Божий, Аллилуйя, которому вы написаны и призваны в одном теле. Тело одно. Есть разные конфессии, разные динаминации, разные юрисдикции, там, сейчас христианство очень такое многоветвистое древо довольно. Тысячи ветвей разных, больших и малых. Вот, где-то зеленеющие такие, полононосящие ветви, где-то надломленные, зазыхающие, где-то уже отломленные, всякие-всякие, короче, ветвей столько много на древе. Вот, и зеленеют листочки, порой даже на самых сухих ветвях попадаются такие, знаете ли, уникумы зеленеющие такие, а порой и на даже самых зеленеющих ветвях глядишь, и там какой-то листочек такой завядший, какой-то засохший. Поэтому даже не то самое главное в какой-то конфессии, там, динаминации, ветви какой, даже в самой засохающей, даже тоже в засохшей какой-то ветке, но действительно зеленей. Потому что корень один, это сам Господь Иисус Христос. Укореняйся в Боге, облекайся любовью, тогда действительно ни почем будет тебе никакая конфессия, динаминация. Сам Господь Иисус Христос, Он есть Спаситель. Аллилуйя. И будьте дружелюбны. Ой, аллилуйя, спасибо. Слово Христово довселяется в вас обильно, но со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословьем и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господа. Ну и дальше, конечно, 17 стих. Хочу завершить 17 стихом, все-таки, стихом дальше. Красиво очень, завершение. И все, что вы делаете, самая лучшая на свете мотивация. Говорят, нужна мотивация такая, такая, но самая лучшая, это Христова мотивация, да? 17 стих, Колоссянам, 3 глава. И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Аминь. Аминь, аминь. Слава Богу, братья и сестры, дорогие мои. Великое послание любви, великое послание благодати Божьей. Просто, ну, что сказать. Аминь только. Да будет так. Аллилуйя. Вот, братья и сестры, поздравляю всех причастников, причастниц с причащением святых христовых тайн, тела и крови Господа Иисуса Христа, нашего Спасителя, Бога, Искупителя, Целителя, Освободителя. И ни в коем другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. И, конечно, великое послание любви сегодня дозвучит и в нас, и через нас в этом мире. Благоставляю вас в этом дне. Сегодня будет вечером включение, да, значит, в 6 часов вечера сегодня обязательно включение должно быть, потому что, ну, молюсь об этом, потому что будет проповедь, я буду проповедовать, буду разъяснять, учить, потому что, к сожалению, есть и в этом, мы живем в этом мире несовершенном, и в этом мире много зла, и самое вот такое страшное зло, когда под видом христианства людей отбивают от самого Иисуса Христа. Многие из вас, наверное, знают, да, что вот на носу уже лжепраздник такой, успение, так называемое, и враг пытается всегда через многобожие, через что угодно, вот, именно отвлечь людей от искупившего их Господа, как вот характеристики любого лжевучения, и у нас в православии, к сожалению, в этом плане пруд пруди вот этих лжевучений, вот, чем я и занимаюсь уже больше 20 лет, как реформатор, обновленец, как именно евангельский православный священнослужитель, да, уже больше 20 лет я занимаюсь такой работой просветительской, многие из вас слышали мои лекции, семинары, вот, сегодня будет такое тоже продолжение вот этих семинаров, моих лекций, разоблачающих пульт Богородицы и прочих святых, то есть пульт и ангелов, как якобы посредников Богу, как Валентина написала правильно, 100% правда, ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех. Пусть эта истина евангельская придет в эти дни к миллионам и миллионам православных, большинство из которых, к сожалению, еще далеко не христиане, хотя многие считают это как бы по умолчанию, само собой разумеющимся, православные христиане, но на самом-то деле не так. На самом деле подавляющее большинство православных, вот, из своего более чем 30-летнего опыта служения церковно-православного, я вижу, что на самом деле еще далеко не христиане. Константин подключился, только что совершили хлебоприлогление, причастие и хавистию, только что. Вот, брат, возьмите хлеба, или кто подключается сейчас, допустим, позже, можно посмотреть сначала, допустим, если что, вот, а вообще возьмите хлеба, налейте себе соку, или просто даже воды, вот, и помолитесь в простоте сердца, в любви Божьей, помолитесь, поблагодарите Бога за тело и кровь божественная, преломите, съешьте во славу Божью. Вот, это очень важно, что вот именно рассуждать о теле и крови Иисуса Христа. В аэропорту, ух ты, да, пусть Бог благословит ваш там перелет, если куда летите, вот, да, я бывает тоже, когда в аэропортах тоже так вот молюсь, и интересно, в аэропортах бывает, встречаются мусульмане, они прям так, они прям в открытой коврике растерили, молятся, там тысячи людей ходят, они как бы что. Но, есть в некоторых аэропортах такие комнаты для молитвы, но самая главная молитва наша, это не просто даже коврик или комната, самая главная наша молитва, она совершается внутри нас, внутри нашего естества, поэтому, даже если в аэропорту, там и люди, вот, от всего сердца просто вот возопить Богу, поблагодарить Его за все, для этого нет никаких преврат абсолютно, и на высоте, как говорится, 10 тысяч метров, тоже молились, и тоже совершал хлебопреломление, вот, там были печенюшки такие, и сок, предлагали сок, я взял сок этого, значит, виноградный как раз, вот, и преломил хлеб, вот, на высоте 10 тысяч метров, интересно, рассуждая, ну, ближе к небесам, вот, и пусть Бог благословит вас, благоставляю священническим благословением, друзья, да благословит тебя Господь, и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь, светлым лицом своим, и помилует тебя, да обратит Господь, лицо свое на тебя, и даст тебе мир, во имя Иисуса Христа, аминь, благословляю вас, аллилуйя, благословляю, да, и вот Константин пишет, как раз, что по поводу лекции, по истории христианства, сегодня вечером, в 6 часов вечера, вот это включение, оно будет больше историческим таким, экскурсом, как раз семинаром таким получается, по поводу, разоблачающим культ Богородицы, значит, как такой антихристианский культ, в связи вот с наступающим праздником Успения, к сожалению, ну, это уже праздник, это оккультная традиция, которая до сих пор, к сожалению, вот имеет место, быть вот у нас в православии, ну, не в нашей юрисдикции, нашей юрисдикции, слава Богу, реформаторской, православной церкви Христа Спасителя, у нас этого безобразия нет, но в остальном православии, пруд пруди этого, к сожалению, пруд пруди, ой, и в Тихом озере, омуте там такое водится, что многим там даже и, как бы, и не снилась такая радость, я сам выходец оттуда, я сам выходец этого Тихого омута, знаете ли, и бесов там водилось, во мне немерено, а какие же книги по таким задлуждениям можно прочитать, их много сейчас разных изданий, вот, свои семинары, сборник статей своих, я издавал, но давно уже, значит, и он разошелся, и маленький, ну, тиражом мы там, сколько издавали-то, вот, и у меня даже слова не осталось-то уже, вот, значит, но в электронном варианте я публикую, там, на сайтах разных, там, в блогах, там, везде публикую, фрагментальный и целиком, там, вот, а печатный вариант, сейчас, надеюсь, вот, издам, как раз, издам, пока здесь, я в Киеве сейчас, здесь, в Киеве, хорошо, свободно, вот, и есть возможность опубликовать, печатать все, к сожалению, вот, в России, Беларуси пока нет такой свободы, сейчас, значит, но, значит, вот, в Украине есть эта свобода, и это надо действительно использовать во славу Божью, если грешники свободу используют для пущего, вязчивого греха, то, значит, ну, святые используют и праведную свободу всегда, чтобы для вязчивой славы Господа, нашего Иисуса Христа, слава Богу, молитесь, друзья, ну, и, конечно же, вот, сентябрь месяц, наступающий, месяц Тишри, в еврейском произношении уже, как раз, будет наступать, сейчас заканчивается Элун месяц, вот, я здесь, тоже в Киеве, и посвящу, как раз, время, вот, именно записи семинаров по истории христианства, новый курс, такой, более полный курс, расширенный курс, все, друзья, с Богом, благоставляю всех вас, во имя Иисуса Христа, аминь, да, и Константин, преломите хлеб, преломите, пожалуйста, возьмите, да, а в каком издательстве, буду ждать, я пока не знаю, написал туда, 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 ну, кто ответит, посмотрим, да, все, с Богом, друзья, с Богом, али, да,